Во все времена и в каждом единоборстве были бойцы, которых называли лучшими из лучших, и они действительно такими являлись. Но как показывает история, рано или поздно проигрывают все, даже самые сильные и некогда непобедимые. Привет, кулаки молниеносной улитки! С вами проект Муэтай Сикея и я Варченко Виталий. А в этом видео мы посмотрим на десятку лучших из лучших бойцов ММА, которые все-таки проиграли. А вы подписывайтесь на канал и напишите в комментах, кто, по вашему мнению, все-таки лучший боец всех времен. Открывает наш ТОП никто иной, как Ронда Роузи. Первая американка, бронзовая медалистка по дзюдо Олимпийских игр в Пекине. Первая и бывшая доминирующая чемпионка UFC, бывшая чемпионка Strikeforce в легчайшем весе. Почти всех соперниц победила болевым приемом рычаг локтя. Почти все поединки в ММА завершила в первом раунде. Но в ноябре 2015 года ее соперницей в клетке стала Холли Холм. На взвешивании Ронда отказалась пожать руку Холли и вела себя очень вызывающе. За что Холм ее однозначно наказала в бою. Доминируя по ходу боя, перебивая Роузи, не давая ей переводить себя в партер, Холли в итоге нокаутировала ее хайкиком. Ронда долго отходила от этого поражения, но в итоге все-таки согласилась провести еще один бой против Аманды Нунес в декабре 2016 года, который также проиграла очень болезненно и в одну калитку. На этом ее карьера в UFC закончилась и она перешла в рейслинг. Там по голове не бьют. Но самое странное, что она категорически отказывается вспоминать и говорить о своих поражениях. Многие считали, что она споймала звезду, за что и поплатилась, а после поражения не смогла это пережить и просто ушла. Доминик Круз является очень непредсказуемым бойцом с отличной техникой и по праву считается лучшим в легчайшем весовой категории. Но после феноменальной серии из 13 побед подряд судьба заставила Доминика защищать свой титул против Коди Гарбранта. Это был фантастический бой, где два невероятных бойца, а на первый взгляд, не зная кто это такие, в каком-нибудь магазине можно было бы назвать их дрыщами, устроили настоящее месило. Как писал мне один великий диванный боец в комментариях под видео, у тебя нет массы, значит удар очень слабый. Думая, его стоило бы забросить в клетку к этим тиграм с детским весом, без мышечной массы, чтобы его мнение изменилось навсегда. Мы видели невероятные комбинации, мощные, точные удары, и это все длилось все пять раундов, после чего судьи посчитали, что Гарбрант был лучше. Андерсон Паук Силва Считается многими бойцами и Даной Уайт в том числе лучшим бойцом ММА всех времен. Я делал обзор на его технику Винчун, которые ты можешь посмотреть в подсказках. Сила установил рекорд UFC из 16 побед подряд, в которых защитил свой пояс чемпиона 10 раз. Но потом на его пути в 2013 году стал Крис Вайдман. Нужно отметить, что Андерсон доминировал в том бою в своей привычной манере, но заигрался и не рассчитав дистанцию в защите, слишком отклонился назад, а Вайдман споймал его левым боковым, закончив правление короля. В этом же 2013 году состоялся реванш, на который было много надежды у фанатов Сильвы. Но трагедия с переломом ноги не только не дала вернуть пауку свой пояс, но и забрала прежнего силу, который после травмы в основном проигрывал. Кристина Винансину, она же Крис Киборг, по праву считается лучшим бойцом женщины ММА всех времен. Достаточно на нее посмотреть, чтобы уже затряслись поджилки, с такой не страшной в ночных клубах провоцировать местную гопоту. Она по праву считается машиной для убийства с невероятной ударной силой, которую может показать мало кто из профессиональных бойцов-мужиков. Она как самка богомола, которая уничтожает своих наивных ухажеров, сметала соперниц, которые решались против нее выйти. Но с первых ударов понимали, что сделали это зря. За всю свою карьеру, а это 22 боя, она проиграла всего дважды. Что очень примечательно, она проиграла свой самый первый бой в ММА в 2005 году на малоизвестном турнире Шоу Файт 2, такой же малоизвестной Эрике Паес. Но после этого выдала феноменальную серию из 20 побед подряд. А все эти победы, кроме трех, были досрочные. Но в 2018 году ей пришлось защищать свой титул против Аманды Нуньес, которая проявила еще большее мужество, если это вообще возможно, и победила мега-бьющую Киборг, забив ее в первом раунде. Но несмотря на это поражение, она все равно продолжает уничтожать всех на своем пути и кажется, что кроме Нуньес ей нет равных. Жозе Альдо. Герой Бразилии и кумир для миллионов поклонников ММА. Считался лучшим бойцом в мире паунд-фо-паунд вне зависимости от весовой категории. Он был непобедимым бойцом на протяжении 9 лет, пока в 2015 году не встретился с Конором Макгрегором, который отправил его в нокаут на 13-й секунде боя, внеся себя в историю. А я тогда болел за Альдо. Это поражение надломило Жозе и прежнего его не стало. После боя с Макгрегором он провел 7 поединков, 4 из которых проиграл. Стиви Миочич считался и считается лучшим бойцом тяжелого веса в ММА. Он первый и единственный в истории тяжелого веса UFC, кто сумел защитить свой пояс 3 раза подряд. У Миочича довольно интересная карьера. Он выиграл свои первые 9 боев, но потом в признанном лучшем бою вечера проиграл Стефану Стрюве техническим нокаутом. Далее снова была серия из трех побед и проигрыш судейским решением Жуниору Дос Сантусу. Затем снова серия из шести побед, в которой он завоевал чемпионский пояс и трижды его защитил. Но в четвертый раз в 2018 году против Кормье не смог, проиграв нокаутом в первом раунде. Но уже в следующем, 2019, взял реванш и выиграл у того же Кормье. Также нокаутом в четвертом раунде. Вот вам и характер Бизона. Далее у нас снова девушка-боец Йоанна Энджейчик. Польский боец смешанных боевых искусств, пятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тайскому боксу среди любителей по версии IFMA, выступающая в UFC в минимальной весовой категории. Думаю, вам сразу стало понятно, какая манера боя и чем так опасна Полька. Начав свою карьеру в ММА, Йоанна провела 14 боев, в которых победила, красуя с рекордом 14-0. В этих боях она завоевала титул чемпионки UFC и пять раз его защитила, вознеся себя до топового бойца и легенды в этом весе. Но в 2017 году на ее пути стала Роуз на Маюнос. Это был очень интересный сюжет боя. Нужно сказать, что Энджейчик очень дерзкая и хомовитая личность. Такой же трештокер, как Макгрегор. Она всячески оскорбляла Роуз перед боем. Та, в свою очередь, просто молчала, будучи скромным и уважительным бойцом. В итоге все закончилось техническим нокаутом от ударов в первом раунде. Это была сенсационная победа. А Йоанна так и не смогла поверить в то, что проиграла. В следующем году, в следующем же бою, у них состоялся реванш, в котором Энджейчик очень хотела отомстить. Бой продлился все пять раундов, но судьи снова отдали победу на Маюнос. После этих поражений дела у Йоанна и Энджейчик пошли с переменным успехом. А сейчас мы вспомним про Мощу, сравнимую с бегущим носорогом по прериям Саванной, который сметает слонов на своем пути, и поговорим про Кейна Веласкеса. Он является американским бойцом мексиканского происхождения, который дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе и занимал второе место в рейтинге тяжей по версии Шердок и первое по версии ММА Файтинг. Кейн пять лет являлся непобедимым тяжем с рекордом 9-0, пока в клетку не зашел Джуниор Дос Сантос, который на первой минуте первого раунда нокаутировал Веласкеса ударами. Но Кейн не зря считается топовым монстром. После этого боя он еще дважды встречался с Дос Сантосом в реваншах и дважды у него выигрывал, полностью отомстив за проигрыш и вернув себе чемпионский пояс, дважды его защитив. Но беда в лице Фабрисиума Вердума этот пояс забрала, сделав гильотину в третьем раунде. Хочется сказать, что это был очень непонятный бой, в котором Веласкес был на себя не похож. Мало кто поспорит с тем, что Дэниэль Кормье живая легенда ММА. Он является двукратным участником Олимпийских игр по вольной борьбе, а в профи клетке бывшим чемпионом в полутяжелой и тяжелой весовой категориях. Шердок ставит Кормье на первое место в полутяжелом весе и на первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Будучи непобедимым бойцом с рекордом 15-0, он встретился в битве за пояс с не менее легендарным Джоном Джонсом, который в лучшем бою вечера одержал победу судейским решением и внес первую единичку в графу поражений Кормье. Но уже в следующем своем бою против Энтони Джонсона он завоевывает вакантный пояс чемпиона в полутяжах, а позже победив Стипа Меочича и в тяжелом весе. Кстати, между этими двумя завоеваниями у него был реванш с Джоном Джонсом, который Дэниэль снова проиграл, но только теперь нокаутом. Но бой был аннулирован из-за провала допинг-теста Джонсом. На первом месте великий и легендарный император Федор Эмильяненко. Думаю, мало кто может поспорить с тем, что он по праву может считаться лучшим бойцом всех времен, независимо от весовой категории. Я делал обзор на этого монстра, который ты можешь посмотреть в подсказках. Федор 10 лет был непобедимым бойцом тяжелого веса, который встречался со всеми сильнейшими бойцами своего времени. Все мировые рейтинги ставили его на первую строчку и называли лучшим из лучших в тяжелом весе. Но годы, как капли, которые уничтожают даже гранит, так же уничтожают всех, не зная пощады. А как вы уже поняли с этого обзора, рано или поздно все проигрывают. В 2010 году на турнире Strikeforce Эмильяненко встречается с Фабрисио Вердумом и на первой минуте первого раунда проигрывает болевым приемом. Следующий свой бой против Антонио Силве он также проигрывает техническим нокаутом, а затем снова проигрывает Дэну Хендерсону досрочно от добивания. Три поражения подряд после 10 лет доминирования сломали бы кого угодно, но не Федора. В этом же году он проводит бой против Монсона, который выигрывает, как и последующие 4 боя. Конечно, Федор уже не тот, что в ярких 2000-х, но несмотря на возраст и травмы, он продолжает драться до сих пор, что делает его еще более уважаемым и легендарным бойцом. Надеюсь, тебе понравился обзор и ты сделаешь правильные выводы для себя. Рано или поздно проигрывают все, но главное подняться, когда ты упал, а не жевать сопли и жаловаться, что тебя уронили. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Им тоже будет интересно и полезно это увидеть. А если ты хочешь повысить свои навыки бойца, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok